Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Биткоин находится в критической зоне, которая является последней областью поддержки. Пробитие этого уровня станет началом нового падения биткоина. Весь остальной рынок следует за ним, хотя встречаются и исключения. Но 5 февраля 2019 года, то есть получается через 4 дня, наступит китайский новый год. Повлияет ли это на цену биткоина или нет? Это и станет нашей главной темой сегодня. На это видео я вдохновился блогером с канала Bitcoin Fund Manager. Давайте послушаем, что он думает о биткоине и китайском новом годе. Это видео действительно очень важно для всех тех людей, которые все еще верят, что подобные события оказывают большое влияние на цену биткоина. Но уже сейчас я могу сказать вам со всей своей уверенностью, что нет, не влияют. Но давайте послушаем. Итак, это биткоин, а это приближение китайского нового года. Наверняка биткоин будет дампиться прямо перед ним, как и во все остальные годы. Но подождите секунду, вы видите, что эти оранжевые линии были каждый год, когда приближался китайский новый год. 16-е февраля, 28-е января, 8-е февраля и 19-е февраля. 16-е февраля, 28-е февраля, 8-е февраля и 19-е февраля. И знаете, что происходило? Каждый раз на каждый китайский новый год после его наступления биткоин становился бычьим. Даже после самого худшего коллапса за всю историю. И за год до этого биткоин вырос и продолжил расти. В этом треугольнике он вел себя более нейтрально, но все равно после этого продолжил расти. Вот здесь биткоин тоже рос. А затем продолжил расти еще больше, пока не произошло падение на 3 месяца. Это явно был скучный трейдинг для большинства людей, но мы все равно продолжали расти. Ребята, сейчас это действительно очень важно понять, особенно новым людям. Я следил за этим рынком более двух лет, два года самозанятости и работы на себя. А снимать видео об этом начал год назад. Короче, я очень активен в этой индустрии. И могу сказать точно и прямо сейчас, что люди слишком переоценивают такие события, как китайский новый год, налоговый сезон или конец года. За все это время я ясно понял, что такие события оказывают абсолютно нулевое влияние на рынке. Это мой личный опыт, к которому вы можете прислушаться, а можете и не прислушиваться. Прежде чем мы с вами проверим все эти теории, хочу сказать спасибо тем людям, которые выбрали мой мониторинг обменников. У нас уже почти полтысячи постоянных клиентов, меняющих валюту на ежедневной основе. Мне очень приятно, что наша работа вами ценится. А если вы хотите поменять свою валюту, то милости просим, ссылка на мониторинг будет в описании под видео. Так как менеджер фонда биткоина сказал, что трейдинг вью это бесплатный ресурс, то почему бы им не воспользоваться и не проверить последние китайские новые годы? И мы уже видим, что поведение цены до китайского нового года в этом году уже выглядит совершенно иначе, чем то, что было в прошлом году. Хорошо, здесь вроде бы есть какое-то сходство между поведениями цены на китайский новый год 2017 и 2016, если смотреть на более масштабную картину. Но давайте не обманывать себя, такие схожести мы можем найти в любом месте на графиках. И последний, но не менее важный момент, китайский новый год 2015 и 2014 годов. Да, вы можете сказать, что это точно такой же паттерн. Но теперь, если вы сравните эти два года с 2018 или 2017, например, то вы увидите, что эти паттерны выглядят совершенно по-другому. Если вы хотите что-то увидеть на графике, вы это увидите. Вы сравните какие-то паттерны и всегда найдете аргумент, чтобы сравнить их именно так, как вы этого хотите. Но если вы будете реалистичны, вы увидите, что ни один китайский новый год не оказывал практически никакого влияния на рынок. Не забывайте, что все, что я только что сказал, очень субъективно. Я буду полностью согласен с вами, если вы скажете мне это. Но сейчас я назову вам причину, которую вы просто не сможете отрицать. Это просто факт, который показывает нам, что китайский новый год не имеет абсолютно никакого влияния на цену биткоина. И этот факт вы сейчас видите у себя на экранах. Этот график показывает объем торговли биткоина по странам и валютам. Теперь вы спросите у себя, ну и что я должен тут увидеть? Хорошо, давайте вернемся назад во времени и посмотрим. Сейчас вы смотрите на сравнение графиков до запрета биткоина в Китае и после запрета биткоина в Китае. Вот эти палочки это китайский уань. Вы можете увидеть здесь, что большая часть торгового объема до 2017 приходилась на Китай. Но сейчас никакого торгового объема в китайских уанях не наблюдается вообще. Так объясните мне, каким образом китайский новый год может повлиять на цену биткоина, если биткоин в этой стране даже не имеет торгового объема? Вот график, где объемы? Где уани? Их нет. В чем суть этого видео? Хочу сказать вам, что я тоже когда-то верил в подобные события. Китайский новый год, конец налогообложения и прочие ивенты, которые могли как-то повлиять на рынок. Но со временем я понял, что все это не имеет вообще никакого значения. Похоже, что сегодня фундаментальные показатели криптовалют становятся все лучше и лучше, а цена продолжает падать. На этом все на сегодня. Надеюсь, видео было для вас информативным, а самое главное полезным. Большое спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующих роликах. Блин, кашель достал уже. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok